И теперь слово Дарьи Сергеевне Уткиной, клиническому психологу, сооснователю проекта о ментальном здоровье матерей, бережно к себе, первой в России онлайн-платформе для помощи женщинам с послеродовыми расстройствами настроения. — Всем добрый день. Меня зовут Даша Уткина. Давайте проверим, как видно, слышно, все работает. — Да, видно. Но пока презентацию еще не видно. — У меня не будет презентации, которую я буду показывать, но потом можно будет сделать рассылку, если кому-то нужна будет презентация с цифрами и ссылками на исследование. — На всякий случай, потому что иногда возникают вопросы в чате, только я не вижу презентации или лектор без презентации. — Да-да-да, лектор без презентации. Да, я вместе со своими двумя коллегами по проекту «Бережно к себе», Мария Корнович-Вуа и Ксения Грасильникова, вот уже год делаю такой первый проект о ментальном здоровье матерей в России. Надеюсь, он перестанет быть единственным в скором времени. И, наверное, я немного расскажу, как мы к этому пришли и что мы заметили в такой отработке. Вообще, так вышло, что я по образованию клинический психолог, но с темой депрессии знакома как с точки зрения профессиональной, так и с точки зрения вполне себе личной. И последние 10 лет, даже больше, я работала с мамами в перинатальном периоде. То есть это была подготовка к родам. У меня есть опыт сопровождения родов в качестве доулы. Если кто-то не знает, кто это, то я предлагаю погуглить, потому что много материалов, но в целом это не медицинская поддержка в родах. И постепенно, естественно, формировался круг женщин, которым нужна была поддержка после родов. И в какой-то момент стало очевидно, что очень непросто найти специалистов, которые хотели бы работать с женщинами в этом периоде и кто знал бы некоторые особенности. И мы задумали проект «Бережно к себе» давно, но вот только год приступили к реализации. И началось все с группы Facebook для мам. Это группа поддержки. То есть это не группа, где к специалистам за экспертной оценкой могут обращаться женщины, но это группа, где можно получить безоценочную поддержку и принятие на равных. Так, эту группу мы сделали, я ее сделала просто, чтобы она была, и очень быстро стало очевидным, что без всякой рекламы вдруг огромное количество людей стало приходить. Женщины добавляли других женщин. В общем, стало понятным, что мы наткнулись на что-то такое, что похоже на ящик Пандоры, который мы приоткрыли. И вот очень символично мы запустили год назад проект 11 ноября, мы сделали первый пост в Инстаграм, и ровно в этот день так совпало. К сожалению, в Москве произошла история, я думаю, она многим была знакома из новостей, Людмила Соколова выбросилась из окна с двумя детьми. И, в общем-то, этот случай привлек огромное внимание и СМИ, и Минздрава, по крайней мере, Департамента Московского к теме ментального здоровья матерей. И это было очень показательно, потому что в целом истории о самоубийствах женщин в послеродовом периоде, они происходят регулярно. И инфантицид, конечно же, тоже здесь периодически присутствует, но когда это происходит в каком-то маленьком городе, где там женщина выбросилась с моста или еще что-то сделала, это выглядит как, ну, это вот какая-то страшная другая Россия, это вот другая жизнь, поэтому с ней вроде как можно не взаимодействовать. И мы видели, насколько по-другому и специалисты, и просто люди, которые столкнулись с этой темой, стали на это смотреть, когда оказалось, что это может произойти в Москве, в Бабушкинском районе, с женщиной, которая вроде бы вот такая же, да, как и все остальные, которых ты встречаешь на площадке. И проект очень быстро стал набирать обороты, и сейчас у нас больше 10 тысяч участниц в группе поддержки бесплатный Facebook, у нас есть аккаунт в Instagram, куда мы выкладываем и статистику, и интервью с экспертами, и историю женщин, и какие-то поддерживающие посты, и там порядка почти 30, по-моему, сейчас женщин. И мы запустили еще такую вещь, которая называется подкаст. Я не знаю, может быть, вы можете написать мне, да, если вы знаете, что это такое, нет, если не знаете, я пойму, надо ли рассказывать о том, что это. Ага, да, нет, ага. Подкаст — это такой формат, ну, скажем так, радиопередачи, которую можно слушать через приложение в телефоне, и чем подкасты отличаются просто от радио, это тем, что люди могут выбирать тематические нишевые подкасты, и обычно при прослушивании создается такой эффект, как будто бы разговоров на кухне. И вот за это наш подкаст очень полюбили не только мамы, но и папы, и люди без детей. И вот сейчас мы приближаемся к миллиону прослушиваний за последний год, у нас уже 40 выпусков. И да, вот спасибо, очень радостно, что кто-то знает о нашем проекте специалистов. Вот, и постепенно оказалось, что проект рекомендуют психологи и психиатры своим клиентам, и многие женщины удивительным образом для нас пишут о том, что прослушивание подкаста дает им вот ощущение, как будто бы они чувствуют поддержку, как будто бы они не одни. Это не было изначальным намерением, но через какое-то время стало понятно, почему так происходит. И в частности, потому что мы сейчас живем в таком обществе, где действительно женщине крайне сложно вот куда-то вообще адресовать свои трудности, да, ментальные, и получить помощь квалифицированную, как это ни странно, даже в Москве. И я, наверное, немножко расскажу про вообще послеродовую депрессию, потому что с ней есть определенные сложности. Я думаю, если здесь, как большинство, да, я предполагаю участников, это профессионалы, я думаю, что вы прекрасно знаете, что, допустим, в таком широком дискурсе, да, послеродовой депрессии сейчас говорят в контексте, ну, там, хотя бы первого года жизни, да, а шире даже сейчас начинают говорить о, ну, скажем так, перинатальных трудностях со строением в перинатальном периоде, захватывая и беременность, и иногда даже еще этап подготовки к беременности, если мы будем говорить про ЭКО, да, экстракорпоральное оплодотворение. И статистика вообще в мире такова, что рождаемость падает, но количество беременностей и родов ЭКО растет, поэтому это, ну, то, что будет в сфере работы любого специалиста, если он работает с людьми, да, потому что у вас будут отцы, матери, они могут приходить с другими проблемами, но этот спектр будет так или иначе видимо. И послеродовой депрессии, вот, например, в ДСМ включили только в 94-м году вообще, как вот какую-то диагностическую категорию, и то это звучит как onset of depression в перинатальном периоде, да, то есть возникновение депрессии в определенном периоде перинатально. В России с этим все, мне кажется, еще сложнее, потому что мы сталкиваемся, по крайней мере, вот сейчас в реальной практике, что очень многие и психологи, и психиатры могут хорошо ориентироваться в том, что такое депрессия, но могут не знать особенности именно послеродовой депрессии, да, в чем ее особенность, в частности, в том, что, ну, крайне редко, да, можно наблюдать женщину в каком-то таком вот классическом депрессивном подавленном состоянии, потому что, во-первых, это супер не похоже на то, что от нее ждут, да, женщины обычно стараются соответствовать и быть хорошими матерями, и часто ее внешний, да, какой-то вид, он совершенно не похож на то, что она переживает внутри, и даже наоборот, есть такой феномен, связанный с молодыми мамами, когда у них все очень хорошо, у них и пирог испечен, и дома чистота, и вот, значит, младенчик там в коляске 4 часа уже выгулен, но при этом иногда люди, которые работают с женщинами в этом периоде, замечают вот градус напряжения, да, на уровне, там, неправильно поставил ботинки на коврик, и видно, как женщину просто вот током пробивает, то есть это очень большое напряжение, часто очень большая тревога, и, ну, такое ощущение полного хаоса внутри. Почему сложно бывает с этим взаимодействовать? Потому что иногда даже специалисту, может быть, сложно понять, это нормальное явление, связанное с кризисом, да, перехода из одной роли в другую, трансформации вот такими вещами, да, и какими-то трудностями адаптаться, или все-таки у женщин действительно уже депрессия. Что еще бывает важно заметить, да, что в послеродовой депрессии очень часто выражен сильно тревожный компонент, да, ну, вот опять по понятным причинам, потому что быть депрессивной мамой ну, чуточку сложнее, если, допустим, женщина 24 на 7 с ребенком. И очень часто у женщин возникает такая вещь, как контрастные мысли, им может казаться, что что-то ужасное случится с ними, с их ребенком, иногда появляются следом навязчивые действия, да, то есть женщина может там убирать какие-нибудь предметы, да, и прочее. Но опять, если, допустим, такое происходит в обычной жизни, да, людям бывает чаще адресовать это, допустим, специалисту или с кем-то поделиться. Для женщин, особенно если они сталкиваются с контрастными мыслями на тему того, что происходит что-то с ребенком, и это может связано с тем, что женщина причиняет вред ребенку, да, то есть она не представляет, что она вот у всем убивает, да, но часто мама рассказывает про что-нибудь, да, в духе потемкинской лестницы, что коляска случайно куда-то уезжает, или там на эскалаторе, я не знаю, что-нибудь застревает, или там она случайно ударяет ребенка, там, не знаю, головой обо что-то и прочее. И вот ужас от того, что с ними происходит, и полная невозможность вообще этим с кем-то поделиться, потому что, конечно, большинство женщин, если у них не было никакой психиатрической истории до, да, возникновения этих контрастных мыслей, они обычно живут с ощущением, что, во-первых, они сошли с ума, во-вторых, пока это никто не заметил, надо об этом никому не говорить, а, в-третьих, что, ну, такое случилось только с ними, и, в принципе, об этом невозможно разговаривать. И вот часто бывает так, что и специалисты, когда разговаривают с мамами, потому что некоторые женщины все-таки начинают искать помощь, и опять мы проводили, ну, такое неформальное исследование на тему, как быстро женщина находит помощь, когда у нее есть ментальные трудности после родов, и, ну, это, наверное, отчасти черные лебеди, да, те, кто нашли эту помощь. Но вот мы выяснили, что в среднем 4-6 специалистов женщина посещает. То есть это может быть психолог, психиатр, да, вот кто-то из тех, кто работает со сферой психического здоровья. На мой взгляд, это такая вообще нехилая тяга к жизни и здоровью, да, потому что, ну, это большой стресс для женщин с младенцем найти эту поддержку, да, просто физически найти человека, дойти на консультацию, да, это требует организационных больших затрат. Вот, и очень часто женщины, преодолев все эти препятствия, сталкиваются с тем, что специалист может быть хорошим профессионалом в целом, но вот какие-то моменты незнания о специфике именно послеродовых расстройств настроения бывает, что мешают как поставить диагноз, так и, на самом деле, получить лечение. Я об этом, наверное, ну, поподробнее позже расскажу. Но в целом вот сейчас из тех материалов, скажем так, которые мы всей командой изучаем и с нами сотрудничает Вера Якупова, единственный в России, наверное, психолог, который изучает в Академии вообще расстройство настроения послеродов. Так уж вышло, что вот эта вот история про биопсихосоциальную модель, да, в контексте послеродовой депрессии, там вот компонент социального, хотя вроде бы, да, ожидается, что био должен быть на первом месте, вот компонент социального звучит очень-очень громко. И в первую очередь, да, это связано с тем, что статистика, да, вот количество случаев послеродовой депрессии, она все-таки указывает на то, что, видимо, это какие-то еще особенности, связанные с тем, как вообще устроены практики материнства там в современных развитых странах. Вот мне даже интересно, ну, может быть, кто-то догадывается о статистике. Как вы думаете, сколько вот в год женщин в России сталкиваются с послеродовой депрессией? Какие у вас самые смелые могли бы быть оценки? Сколько это женщин, вот тех, кто столкнется с послеродовой депрессией? 50% все, так. А если в абсолютных цифрах, если не в процентах? Вот сколько этих женщин в стране, например? Тысяча, так. Каждая третья. Четыре тысячи, так. Вот пара миллионов, ага, каждая сотня тысяч. Да, вот сотня тысяч — это самое близкое, потому что, к сожалению, в России нет никакой статистики, как вы понимаете, по послеродовой депрессии. И когда мы запускали проект, мы думали о том, как же все-таки посчитать, да, потому что одно делает какие-то проценты, другое дело реальные женщины, да, вот которых можно посчитать. И мы пришли к тому, что можно попробовать примерно прикинуть таким образом. ВОЗ приводит данные, и это, ну, в общем-то, данные, которые совпадают с многими другими исследованиями, в том плане, что редко бывает меньше, что около 20% женщин в развивающихся странах сталкиваются с послеродовой депрессией. Здесь я должна сказать ноту Бена именно послеродовой депрессии, потому что в ментальных вообще трудностях послеродов много чего другого есть. И если это 20%, то мы можем посмотреть на количество родов в год в стране, а, к счастью, эта статистика у нас есть, она в официальных документах вполне себе доступна, то мы можем посчитать, сколько же будет 20% вот от этих родов. Ну, там понятно, что будет погрешность, потому что есть разные нюансы, но тем не менее. У нас получилась цифра 300 тысяч женщин в год столкнулся с послеродовой депрессией. Не с грустью послеродов, которая называется baby blues, которая в первые три недели проходит, а с послеродовой депрессией, которая значительно влияет на их качество жизни, на то, как они спят, на то, как они едят, на то, как они строят отношения с ребенком, с партнером, на то, какими сотрудниками они становятся, потому что рано или поздно они выходят из декрета. И да, 300 тысяч – это только послеродовой депрессии в год. А мы понимаем, что если мы будем смотреть на то, как практики определяют послеродовую депрессию, то есть если мы будем диагностические критерии не сужать до месяца после родов, а говорить про год после родов, то очевидно, что эти цифры на самом деле начинают расти и расти. Плюс есть такая гипотеза, ее в России редко где можно услышать, но часть западных специалистов, и я с ними в этом, пожалуй, что согласна, и очень надеюсь, что у нас скоро будут большие исследования об этом, потому что есть пока только маленькая, которую Вера Якупова провела, но часть специалистов говорит о том, что, похоже, диагноз послеродовой депрессии получают до половины случаев женщины, которые на самом деле страдают от ПТСР, посттравматического стрессового расстройства в связи с опытом родов. И вот это вообще такая, мне кажется, супертапуированная, необсуждаемая тема. При этом мы понимаем, что, например, в плане психотерапии, в плане медикаментозного лечения для специалистов могут быть довольно важные нюансы, в зависимости от того, в какую сторону мы смотрим на какой диагноз. И вот Вера Якупова провела в прошлом году исследование, оно было предварительным. В выборке были женщины с высшим образованием, хорошим доходом, те, кто живут в городах-миллионниках. И когда она провела это исследование, она сначала решила, что плохо посчитала цифры, потому что оказалось, что 20% женщин в этой выборке не просто имеют какие-то симптомы ПТСР. Мы понимаем, что можно не добрать симптомов до диагноза, но при этом жизнь от этого не станет сильно прекрасной, если у тебя просто есть какое-то количество симптомов. Так вот, получилось, что среди этих образованных, обеспеченных, в хороших городах, в общем-то, живущих женщин, 20% имеют достаточное количество симптомов для того, чтобы говорить о том, что, по всей видимости, они вполне себе вписываются в диагностические критерии ПТСР, классические. И мы не знаем из этих, допустим, 300 тысяч женщин в год, какое еще количество женщин столкнется с ПТСР. И если это еще 300 тысяч, потому что, конечно, многим достается волшебная комба и того и другого, мы можем говорить в этом контексте о миллионе и, возможно, нескольких миллионных женщин, которые сейчас находятся в очень непростом состоянии, которым нужна помощь. Что важного, да, вот про ПТСР еще после родов можно сказать, что часть того, почему возникает ПТСР, связана с тем, как устроена система родоспоможения в России. И мы в Европейском университете делали тоже об этом доклад, про системные факторы, которые влияют на опыт женщины иногда даже больше, чем какой-то индивидуальный фактор в виде того, как общается женщина-врач, как с ней общается акушерка. Но также мы знаем, опять, кому интересно, можете погрузиться по хэштегу «Насилие в родах», такой был флешмоб несколько лет назад, о том, что в России, как на самом деле и во многих странах, огромное количество насилия происходит в период, когда женщина максимально уязвима. И также вот эту структуру ПТСР, да, и, видимо, структуру тех женщин, которые потом получают или не получают диагноз после родовой депрессии, но находятся в этом состоянии, попадают еще женщины с опытом сексуализированного насилия, потому что опять волшебная цифра 20% работает и здесь. И та же ВОЗовская статистика говорит, что до 18 лет каждая пятая женщина, это их общая статистика, имеет опыт сексуализированного насилия. И есть огромное уже количество исследований, хотя не такое большое, как о послеродовой депрессии, о том, как влияет опыт сексуализированного насилия на беременность, на роды и на послеродовый период, и вообще на практике материнства. И, к сожалению, да, вот эти цифры, когда их впервые видят специалисты, когда мы об этом начинаем разговаривать, чаще всего комментарии, которые мы слышим, это не может быть, чтобы было так много. Ну, это просто невозможно. Так не бывает. И мне бы хотелось тоже присоединиться к идее, что так не бывает, но тот запрос, который мы видим, да, то количество там сообщений, которые мы получаем от женщин и тот факт, что первый пост в Инстаграм собрал за неделю 5000 подписчат без рекламы и вообще без всего, да, для меня говорит о том, что, ну, похоже, это какая-то тема, которую давно ждали. Вот, да, вопросы я читаю, наверное, мы оставим для них время. Я, кстати, уточню, я правильно понимаю, что у нас час или полчаса? Ну, по плану полчаса, но чувствую себя свободно, потому что те, кто захочет уйти на обед, сделают это самостоятельно волевым решением собственным, а у нас до 16.30 есть люфт. Ну, я постараюсь закончить 16, потому что обед, мне кажется, это святое, и все-таки базовые потребности надо удовлетворять. Вот, в общем, что мне хотелось сказать, да, что женщин много, да, структура ментальных трудностей очень разная, и кроме после родовой депрессии, ПТСР, которые, в общем-то, преодоладают, да, и действительно там могут быть еще и тревожные расстройства и прочее, но они обычно коморбидны с чем-то из ПТСР и после родовой депрессии, к сожалению. Вот, но женщин много, спрос большой, и мы видим, что, например, некоторые специалисты, когда они начинают работать с этой темой, они вдруг прямо, они так и говорят, что вы открыли мне дивный новый мир клиентов, потому что это такая вот дорожка, тропинка, которая просто не зарастает в кабинет, потому что из рук в руки передают тех, с кем можно работать. Что еще, мне кажется, важно вот сказать о трудностях, да, с которыми сталкивается женщина. Не принято говорить вообще о том, что материнство может быть чем-то, кроме счастья, и не принято говорить о том, какие факторы риска могут быть, не принято говорить о том, что некоторые современные практики материнствования напрямую могут быть связаны с ментальным состоянием женщины, да, и с ее психическим здоровьем. Например, социальная изоляция, ну, которую сейчас хлебнули в основном все, и вы наверняка знакомы с шуткой, она постоянно, мне кажется, звучит, что матерям в декрете, наконец-то, радостно, что все поняли, как они себя ощущают все это время. И действительно, когда мы общались с женщинами на тему, там, карантина, да, многие говорили о том, что они не видят никакой разницы, потому что, в общем-то, их жизнь мало изменилась. И вот эта социальная изоляция, да, она, конечно, очень сильно влияет на то, какие вообще у женщины есть ресурсы, чтобы справляться с довольно большим количеством задач, которые для матерей, младенцев встают. Плюс, что происходит? Действительно, вот здесь был комментарий про психологическую помощь, да, по ОМС. Она вообще-то у нас есть. Вообще-то в женских консультациях есть ставка психолога. Вообще-то психологи есть в роддомах. И в целом даже женщина после родов может получить направление для того, чтобы пойти на несколько психологических консультаций, допустим, к психологу в роддоме. Но в реальности, к сожалению, да, так уж вышло, что я очень включена в инсайдерскую историю про то, как это устроено на самом деле, вот как раз имея опыт работы долой. В реальности обычно ставка психолога в ЖК и в роддоме – это такая очень формальная история, за исключением некоторых роддомов, да, например, в 24-м роддоме. Сейчас очень внимательно к этому подходят. В Красногорском роддоме работает моя замечательная коллега Маша Малышева. И тоже очень много делает для того, чтобы было по-другому. В Центре планирования семьи репродукции в 8-м роддоме активно работают психологи. Но это скорее исключение, и все эти роддома и психологи, которые там работают, это люди, которые также связаны с сопровождением родов. То есть, ну, это люди, которые очень хорошо видят, как это устроено изнутри, да, а не снаружи, когда ты там читаешь учебники про доминанту беременности или вот что-нибудь в этом духе. Вот. Поэтому в реальности, как бы формально, вообще-то, возможность получения помощи, она есть. Но в реальности очень сложно получить эту помощь, даже если женщина знает о том, что такой вариант есть. Обычно, конечно, женщин не информируют. Сейчас, вот за этот год, кое-что поменялось. Департамент здравоохранения выпустил единственный утвержденный буклет о ментальном здоровье после родов. И он довольно дикий, потому что одна из прекрасных вещей, которые там написаны, это что, кроме близких, никто не может понять, что женщина в депрессии, и сама женщина, конечно же, понять не может. И это вот действительно такая дополнительная стигматизация, которую мы наблюдаем, что когда начинают говорить про ментальные трудности после родов, женщины продолжают воспринимать как такой объект, да, объект матка или объект мать. И предлагают там принудительную госпитализацию, принудительное обследование. И совершенно вообще не учитывают, что вообще это живые люди, у которых есть какие-то идеи, установки, убеждения, ожидания, очень часто не совпадающие с реальностью материнства. Про скрининг тоже важный, наверное, момент. Даже в странах, где раньше начали заниматься темой после родовой депрессии, не всегда эти скрининги эффективны. Но, тем не менее, скрининг, например, на послеродовую депрессию, в принципе, имеет смысл в качестве, допустим, возможной профилактики суицидов, хотя бы с той точки зрения, что можно отсекать какие-то совсем крайние состояния. Другой вопрос, что с этим скринингом делать специалисту, да, и кто его мог бы проводить. Если вы хотите какой-то скрининговый инструмент для себя в работу взять, то есть такая штука, которая называется, я думаю, все ее знают, «Удинбургская шкала после родовой депрессии». Она вполне чувствительна, иногда женщины сами ее используют для какого-то первооценки состояния. И немногие знают, но это, мне кажется, тоже важно, что эта же шкала чувствительна и для депрессии во время беременности. Вот, а депрессия во время беременности случается у порядка 15%. Женщин вообще тоже немало и является одним из предикторов возникновения после родовой депрессии. Вот, что еще? Ну, еще вот, наверное, такая большая история, связанная с трудностями в получении помощи, да, это то, что неважно по ОМС или платно, очень сложно женщинам найти психиатров, которые могли бы прописывать препараты с учетом того, как они совместимы с лактацией. Классический вариант, да, это рекомендация прекращения лактации. И, к сожалению, здесь тоже вообще никакой вот как бы биопсихо-социального подхода не происходит обычно, потому что либо женщине в категорической форме рекомендуют завершить лактацию, либо прописывают что-нибудь в духе настойки пиона. И, в общем, когда за это платишь, например, 5-7 тысяч рублей, это больно. Вот, и обычно энтузиазм женщин дальше общаться со специалистами сильно снижается. Вот, что можно делать тем психиатрам, которые хотели бы разобраться в теме вообще совместимости препаратов с грудным скармливанием. Ну, во-первых, есть коллеги, и если вам будет интересно, можно написать нам на почту postpartum.ru, собака.gmail.com, мы можем вас познакомить. Я думаю, они в каком-то личном формате могут вас проконсультировать об этом. Во-вторых, многим врачам помогает такой сайт, который называется e-lactancia.org, иногда он открывается через VPN, и на этом сайте собраны вообще все лекарства, и есть шкала рисков, связанная с грудным скармливанием. И чаще всего для большинства препаратов, за исключением препаратов, которые предназначены для лечения онкологии и ВИЧ, можно найти... Это прекрасный комментарий, кто у нас участница колдунья. Вот, можно найти препараты, которые совместимы с грудным скармливанием и могут быть альтернативой. То есть, например, большинство антидепрессантов современных совместимы с грудным скармливанием. Конечно, здесь у практиков возникают вопросы, потому что нужно понимать, как устроена лактация, потому что одно дело прописывать антидепрессанты, например, в максимальной дозировке женщине, которая три недели, как родила ребенка, и кормит его только грудным молоком. И мы понимаем, что здесь риски для здоровья ребенка, для здоровья матери и по количеству препаратов, которые могут попадать, будет несопоставим, например, с ситуацией, где женщина кормит ребенка, которому год, и который ест всю остальную еду. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что врачи по понятным причинам, и психологи, если они специально этой темой не интересуются, они довольно мало знают о том, как вообще устроена физиология лактации, уж тем более, как совместим препараты, как они попадают в кровь, в каких количествах и прочее, прочее. В связи с этим отсутствием знаний, а еще с тем, что эти знания в основном доступны на английском языке, понятно, что энтузиазм психиатров в этом вообще разбираться, плюс это обычно считается такой не очень интересной темой, потому что одно дело, ты какими-нибудь серьезными расстройствами занимаешься, а тут, как нам обычно говорят, какие-то мамочки в депрессии, кому вообще это надо. Очень понятно, что врачи тоже не готовы брать на себя какие-то риски, поиска таких разных специальных альтернативных вариантов, потому что известны уже вполне себе ситуации, где врачи потом подвергают уголовным преследованием даже за какие-то ситуации, где они вообще не очень на что-то могли влиять. Но тем не менее, если вы психиатры, и вы хотели бы разобраться в этой теме, тоже пишите нам, пожалуйста, мы планируем сделать курс с врачами, которые уже в этой теме чуть дольше живут, и они могли бы подлиться знаниями. Что еще такого трудного есть? Это история про то, что, как ни удивительно, личный опыт чрезвычайно сильно фонит в случае с послеродовыми расстройствами настроения. И это смешно, потому что часто, когда мы говорим об этом с коллегами, когда я привожу какие-то примеры, мне говорят, ну это точно плохой психолог, или да это вообще психиатр такой, что вот вообще ужас, где он учился. И на самом деле, мне здесь хочется всегда сказать, что чаще всего и психологи, и психиатры, это те люди, у которых тоже рождаются дети, у которых тоже есть какой-то перинатальный опыт, в том числе, это может быть и опыт перинатальных потерь, и опыт травматичных родов, и много чего еще. И иногда бывает так, что вот в нашем и психологическом сообществе, и сообществе психиатров не так уж много внимания этой теме уделяется. И это всегда что-то такое вот личное, что-то с чем там надо самим справляться. И из этого рождаются довольно странные ситуации. Ну вот, например, за последнюю неделю я несколько раз в таком ситуации, где женщинам, психологи рекомендуют или не рекомендуют рожать определенным образом, или кормить ребенка определенным образом. Одни психологи говорят, надо обязательно кормить грудь, другие психологи говорят, не надо кормить грудь, и перестанет это делать. Здесь, конечно, понятно, да, что какие-то факторы личного опыта, ну, вклиниваются, может быть, гораздо сильнее, чем в других темах. Поэтому мне кажется, что если вы бы хотели заниматься поддержкой женщин в послеродовом периоде, то бывает очень важно как-то направить фокус внимания на то, как это для вас, да. Опять же, какие у вас есть у самих установки, убеждения, во что вы верите, да, что работает, а что нет. Потому что, к сожалению, ну вот, это тоже не повышает, скажем так, желание женщин дальше обращаться за помощью, потому что иногда кажется, что все психологи, все психиатры такие. Так, а что еще мне хотелось сказать? Ну вот, что еще, да, бывают ситуации, когда после родовая депрессия либо другие, да, расстройства, в том числе, да, гораздо более редко встречающиеся, но встречающиеся после родового психоз, требуют госпитализации женщины. И здесь опять, да, для женщин, допустим, находящихся, вы знаете, в такой пограничной ситуации, где вроде бы хорошо бы, чтобы была госпитализация, но вроде бы может быть и можно амбулаторно. Я думаю, все прекрасно знают, да, как это происходит, когда вот, так сказать, нет четкой уверенности, что сейчас есть одно хорошее решение. В ситуации с послеродовой депрессией, естественно, да, возникает куча-куча других вопросов на тему, где будет ребенок, кто будет за ним ухаживать, а что будет там с привязанностью и прочее-прочее. И самый вот, ну, частый вопрос журналистов, например, это, Даша, скажите, пожалуйста, а если вот у мамы, ну, вот нет семьи, нет друзей, у нее нет мужа, и у нее вот тяжелая послеродовая депрессия, и ей нужна госпитализация, а что же ей делать, да, как же ей быть, вот, а куда она денет ребенка? И понятно, да, что, ну, кроме детского дома, в общем-то, особо никуда. И с другой стороны, допустим, в Англии, в Америке и в некоторых других странах сейчас уже есть то, что называется Mother Baby Units, то есть это мать и дитя, отделение, именно психиатрическое, куда женщины могут спитализироваться с детьми, где они могут сохранять с ними контакт, но при этом, естественно, есть персонал, который ухаживает за ребенком, потому что очевидно, да, что женщине в тяжелой постердовой депрессии это действительно крайне сложно. Вот. Что, наверное, вот из трудностей, я все, наверное, перечислила, вот вижу вопрос про статистику по суицидам, да, это важно. Когда-то, когда я в первый раз писала о постердовой депрессии, это было для книги «Мама на нуле», очень тоже рекомендую, она не о ментальном здоровье, как бы вообще, о феномене выгорания родительского, но тем не менее, я тогда первый раз наткнулась на информацию об исследовании в Англии, где выяснили, что, угадайте, какая главная причина смерти среди матерей. вот та самая, ради которой эта конференция проводится, суицид. И меня это поразило, потому что, честно говоря, я не ожидала, что может быть такая статистика. Я специально заглянула сегодня перед встречей, и в Англии проводили несколько таких исследований, и вот у них оказалось, что первое исследование, которое проведено было в 1997-1999 году, и где получилось, что в целом 42% смертей матерей связано с психиатрическими причинами, и вот 28% было связано с суицидом, и дальше там были переразировки наркотиками и трудности с алкоголем. В 2003 году проводили аналогичные исследования, и оказалось, что, допустим, смертность от разных физиологических причин, от осложнений физиологических, связанных с беременностью и родами, она падает, а вот эта смертность остается такой же. И дальше такие исследования проводить стали в Америке, но опять, это очень сложно собирать такую статистику, потому что, например, в Америке только в 2003 году в действии о смерти добавился вот этот вот вопрос, была ли она беременна, когда она родила. Соответственно, всю эту статистику можно собирать стали в последние 20 лет. В России никакой такой статистики нет, и ждать, что она, скажем так, появится в какие-то ближайшие лет 10, я думаю, довольно сложно, потому что, чтобы такую статистику собрать, нужно поменять много разных вещей в ведомствах, которые, ну, прямо, скажем, мало заинтересованы в ментальном здоровье матерей, скажем так. Вот. Что, наверное, еще я хотела сказать важного, это, что мы заметили из каких-то вот хороших штук в рамках проекта «Бережно к себе». Мы увидели, что работает для женщин в плане субъективного, да, по их ощущению, улучшения состояния. Первое – это информирование, да, то есть, как только появляется вообще какая-то повестка и массив информации о том, что так бывает, это не потому, что женщина плохая мать, что депрессия вообще лечится, да, что чем раньше ты начнешь ее лечить, тем быстрее можно оказаться в более здоровом состоянии. Это все очень сильно влияет на то, что женщины начинают вообще об этом говорить, об этом начинают говорить их родственники тоже. Второй момент – это нормализация вообще того, что после родов женщине может быть трудно, что после родов она может сталкиваться с амбивалентными чувствами, что после родовой депрессии, в отличие от того, что сейчас последний год делают в СМИ, они пытаются уравнять после родовой депрессии равно женщина убила себя и убила ребенка или женщина супермаргинально ведет себя по отношению к ребенку. Вот последняя была статья в «Медузе» про женщину, которая заперла ребенка в шкаф на неделю и что-то в этом духе. Очень важно бывает нормализовать, что после родовой депрессии может выглядеть вот так, вот так и вот так. И это не означает, что женщина плохая или что ее семья плохая. А еще кроме депрессии бывает там «Бэби-блюз», бывает тревожное расстройство, бывает трудной опыт родов, бывает ситуация с домашним насилием из кучи-кучи всего. Например, даже история с сексуализированным насилием, она, например, очень часто приводит к тому, что у женщины может быть чудесная беременность, у нее могут быть максимально гуманные из возможных роды. Но при этом сам процесс материнствования, например, тоже кормление грудью или уход за ребенком или просто количество тактильного контакта, которое обычно нужно младенцу, для женщины с таким опытом может быть очень мощным триггером. И если она не знает о том, как это все связано, и что это в ее ситуации скорее ожидаемо и нормально, она начинает мучиться очень сильно. Я не говорю уже о том, что есть очень специальные ситуации, например, есть такое состояние, которое называется димер. Оно связано с тем, что во время выделения окситоцина для выделения молока, во время лактации, женщина вместо вот этих ощущений расслабления, доверия и прочего испытывает очень острую дисфорию, которая длится от нескольких минут до получаса. И когда женщины об этом не знают, они очень часто думают, что они ужасные матери, потому что вокруг все, например, любят кормить ребенка грудью, а они испытывают острое просто раздражение и такое как можно вообще с этим жить. И иногда женщине достаточно просто узнать, что так бывает, чтобы совершенно по-другому посмотреть на картину материнствования, которая у нее есть в голове. Что еще? Еще важна дестигматизация, потому что, конечно, как мы шутим, женщины после родовой депрессии, это супер-бинго по стигмам, потому что, во-первых, она женщина, во-вторых, у нее какой-то потенциальный психиатрический диагноз, а в-третьих, она мать. То есть, даже быть просто женщиной, просто человеком с психиатрическим диагнозом и матерью, это уже достаточно, чтобы со стигмой встретиться по полной. А здесь это вот стройное комбо. И, конечно, мы работаем над дестигматизацией, то есть, мы очень много говорим о том, что депрессия не выбирает людей, что любая женщина может столкнуться с ментальными трудностями после родов, и любая женщина может искать помощи, что это тоже нормально. И, наверное, последние вещи, это преодоление социальной изоляции. Это тоже то, что дает, как мы выяснили, опытным путем для многих женщин прослушивания подкастов, потому что они часто говорят что-нибудь в духе «Я иду гулять с коляской и включаю подкаст, потому что это удобно слушать, и мне становится спокойнее, потому что я слышу какой-то голос приятный, вы озвучиваете те мысли, которые у меня были, вы рассказываете, какие могут быть решения, я узнаю, что может стать лучше, а потом стать хуже, или я слышу, как могут мне помочь родственники, или я наконец-то разобралась в том, чем отличаются психиатр, психотерапевт и психолог, кому мне надо идти». То есть это вот такие вещи, которые очень простые, очень, я бы сказала, даже банальные, но это то, с чего, как мы увидели, нужно начинать. И последняя вещь, которая, на мой взгляд, тоже работает для субъективного улучшения состояния женщин, это создание сообщества. Причем это создание сообщества не только женщин, но и вообще любых людей, которым идея бережно к себе, она близка, и как оказалось, их очень много. Нам пишут, например, комментарии, я child free, но мне интересно слушать ваш подкаст и читать там инстаграм, потому что эти идеи я применяю для своей жизни вообще в принципе. И также в сообществе появляются специалисты, и у нас есть даже такой условный термин, да, бережно к себе специалист. То есть это, допустим, психиатр, который не падает в обморок от того, что женщина кормит грудью, который не будет советовать женщине накраситься, сходить на эпиляцию и лучше ухаживать за мужем, а то он от нее уйдет, или там, я не знаю, больше любить ребенка и перестать быть такой плохой матерью, а все-таки рассмотрят, да, что с ней происходит и чем он может помочь. Это сообщество психологов, которые хорошо понимают специфику именно перинатального периода и того, с чем женщина может столкнуться и в рамках родов, и в рамках жизни с младенцем, потому что там очень-очень много разных нюансов, связанных как раз с базовыми вещами, типа там сна, например. Вот. И еще один такой инструмент, который у нас появился, это онлайн-группы поддержки, они платные, но они довольно дешево стоят, порядка 700-800 рублей, куда женщины приходят в таком свободном режиме, и там находится специалист, который ведет эту группу поддержки, но обычно это может быть и психолог, и кто-нибудь другой, но главная история в том, как работает группа поддержки, я думаю, многие знают, что опять, это не терапевтическое пространство в том смысле, что специалист берет на себя ответственность по планированию терапевтических вмешательств или по предварительной диагностике состояния клиента в группе. Это пространство, где соблюдается всего несколько правил, возможность делиться личным опытом в рамках конфиденциальности, возможность не давать советы и не давать оценки, и вместо этого рассказывать о том, как это откликается внутри. И вот, как оказалось, такая базовая, тоже очень простая история, которую, мне кажется, она близка к тому, что описывал Винни-Код, когда говорил про холдинг, и мы ее называем иногда питательная среда для мам, это что-то, что, оказывается, тоже работает, и женщины очень часто говорят, что они совершенно не ожидали, что можно просто прийти, просто поговорить, не получив лишних советов, косых взглядов и удивлений, что как это ты не радуешься младенчику, или как это тебе тяжело, у тебя же есть пылесос. И это уже может сильно улучшить их состояние. И, конечно, ну вот, наверное, раз я здесь оказалась, на этой конференции, мне бы очень хотелось позвать к диалогу специалистов по суицидам, потому что этот вопрос возникает периодически, и хотелось бы, чтобы у нас были контакты, например, людей, которым можно передавать женщин, потому что, опять, если говорить о матерях, то довольно часто, и так же было с Людмилой Соколовой, это не история, что женщины скрывают свои суицидальные намерения, довольно часто это, наоборот, история, где женщина в течение недель, месяцев, а иногда лет говорит о том, что ей тяжело, что ей не хочется жить, причем вот часто это как раз звучит не как я хочу себя убить, а мне так плохо, у меня настолько нет сил, что я просто не хочу жить, это невыносимо. И это просто как бы проходит мимо, на это никто не обращает внимания, и чаще женщины говорят, ну, родила, терпи, ну, а что ты хотела, вот, быть матерью тяжело. Вот, поэтому, если вы хотели бы в каком-то формате поучаствовать, пишите, пожалуйста, можно найти меня в Facebook Дарья Уткина, можно в Instagram Дарья Уткина Долова, можно написать нам на почту бережно к себе, postpartum.ru собака.gmail, и я все эти контакты добавлю в презентацию, так же, как цифры, и статистику, и ссылки на исследования, вот, и ссылку на подкасты, на все остальное, чтобы можно было как-то в эту тему погружаться. Вот, у меня, наверное, все, сейчас я включу свет, потому что чувствую, что я скоро во мрак просто уйду. Спасибо большое, Дарья Сергеевна, за подробную информацию и такой достаточно структурированный, четкий рассказ, изложение, объяснение, и, конечно, за ваш проект, за ваш труд, для того, чтобы женщины после родов могли чувствовать себя иначе, понимать в случае необходимости, где и как им получить помощь, и за призыв к нашим участникам, к сотрудничеству, я думаю, действительно важно такие горизонтальные связи выстраивать, чтобы, как принято у нас еще с произведения 12 стульев, спасение утопающих у нас в стране, к сожалению, дело рук самих утопающих. Поэтому, конечно, мы не будем ждать милости ни от природы, ни от чиновников, а нам действительно надо объединяться для решения таких очень актуальных задач, особенно в такие непростые времена. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? к Даре Сергеевне? Я бы предложила, может быть, с теми, кто хочет пообедать, попрощаться, да, и с теми, кто в какой-то причине не хочет обедать. взять ответственность на себя и прерваться, потому что очень многие не хотят с вами прощаться и хотят продолжения в обсуждении, поэтому это волевое усилие кому-то придется сделать. Но такая возможность есть у нас полчаса на обед, но если у кого-то все-таки есть вопросы, кто готов пожертвовать вторым обедом, то как раз такой шанс появился. Были вопросы в чате, но может быть, кто-то устно готов задать. Здесь есть Лилия, у которой поднята рука. Мы можем дать ей слово. Да, давайте. Лилия Сандреева. Здравствуйте. Сейчас, одну минуту, я попробую себя тоже включить. Видно меня? Прошу прощения, у меня тут перфоратор стоит чуть на рабочем месте. Это система, ну, тоже затрагивает меня. И я хочу поделиться, у меня подруга-сиопат занимается этим вопросом. У нее есть исследование по поводу последствия послеродовой депрессии. И она говорит о том, что послеродовая депрессия является, ну, одной из причин. Это вот травма полученного во время родов, там, смещение, говорит, прям вот, занимаясь с женщинами, там, они корректируют так, как они делают, и послеродовая депрессия проходит. То есть это специалист, который работает в этом достаточно долго, более, вопросу берите. Прошу, извините, Лиля, просто сейчас дополнительные комментарии займут время. Если можно, вопрос, Дарья Сергеевна, есть ли у вас? Как вы к этому относитесь? Вообще, есть ли там место, вот, что физиология является причиной после родовой депрессии? Именно вот травма при СП? Если у вас взаимодействие с этими специалистами? То есть вы имеете в виду именно физическая травма, травма родовых путей и точка зрения остеопатов на смещение крестца, позвонков или каких-то еще? Да-да-да. То есть я знаю некоторых психологов, которые взаимодействуют с сэтиопатами. Если есть это взаимодействие, если есть опыт работы в том числе, почему бы нет? Спасибо. Это, на самом деле, очень важная тема. И так как я работаю доулой, и параллельно у меня есть курс к родам, то есть о том, как быть ведущим курса подготовки к родам, я достаточно активный участник доулского сообщества и акушерского, и медицинского тоже. Конечно же, когда мы говорим о послердовой депрессии, я встречаюсь с огромным количеством объяснений, почему именно послердовая депрессия это физиологическая история. И, к сожалению, у меня есть какое-то количество клиентов, которые приходят вот как раз в состоянии я была у остеопата, я проверила анемию, я проверила щитовидку и прочее, прочее, и что-то все равно счастье не наступило и как-то мне грустно. Поэтому я, будучи включенной, скажем так, в это сообщество колдунь и остеопатов и прочих специалистов, которых не жалуют доказательные медицины, с одной стороны принимаю, что для некоторых людей действительно обращение к не психологу и не психиатру тоже может быть одним из вариантов. но мне кажется, здесь очень важным, что доносить все-таки информацию о том, что пока из исследований депрессии вообще, допустим, в Гумбольском университете есть чудесное исследование о том, что похоже на данный момент единственный метод, который показывает чуть больше эффективности, чем все остальные, включая бег и прочее, это психотерапия плюс фармакотерапия. Но вообще похоже, что само решение, что наверное, так как сейчас это не окей, мне нужна помощь и поиск этой помощи, это хорошая история. С другой стороны, я нахожу довольно опасным, когда люди без специального образования в области психического здоровья разбираются и диагностируют и лечат послеродовую депрессию, потому что, к сожалению, да, обратная сторона этого, что психологи и психиатры крайне редко уделяют внимание соматическому здоровью, да, и бывает, что базовые анализы, связанные, допустим, с анемией, которые действительно очень часто встречаются после родов у женщин и дают такую вот картину абсолютного бессилия, что, просто вот не могу встать, поднялась по лестнице, даже без коляски задыхаюсь, да, это анемия, но анемия не дает суицидальных мыслей, дефицит железа с суицидальными мыслями не связан, при этом мы знаем, да, что дисфункция щитовидной железы в разных форматах может давать, да, депрессивные симптомы, и можно сколько угодно пить антидепрессанта, сколько угодно ходить на психотерапию, но если с щитовидкой есть проблемы, да, то пока они не уйдут, вряд ли что-то изменится, поэтому я очень за то, чтобы уделять внимание соматическому здоровью, но я также очень за то, чтобы специалисты, да, каждый все-таки понимали границы своих компетенций, потому что точно так же, когда психолог начинает говорить, да что там, это у вас не депрессия, это просто у вас гормоны, да, или там, ну, назначает, я не знаю, панель витаминов, которые надо задавать, возникают вопросы. Точно так же у меня возникают вопросы к остеопату, который лечит после родовую депрессию работать с крестцом, потому что, ну, понимаете, все-таки, если мы вернемся к биопсихсоциальной модели, да, то, например, конечно, травмы, полученные в родах, если у женщины есть, да, и, например, то, как это влияет на ее качество жизни, ну, если у тебя что-то болит, да, например, поясница, нужно все время носить ребенка на руках, потому что, например, ей достался высокочувствительный младенец, да, конечно, это будет влиять, и да, конечно, если ей телесно станет лучше, ее симптомов будет меньше, но мне кажется, очень опасным, правда опасным, обратную зависимость видеть, да, что я починю тебе крестец, и у тебя пройдет после родовая депрессия, или там у тебя исчезнет анемия, и пройдет после родовая депрессия, или там ты съешь капсулу из плаценты, и у тебя пройдет после родовая депрессия. К сожалению, так не работает, более того, я могу сказать, что очень часто женщины, которым как раз соматически достались хороший опыт беременности, родов и материнства, когда они сталкиваются с депрессией у себя, они падают в яму еще глубже, потому что они придавали огромным чувством вины, да, им невозможно списать это на то, что да, это потому что у меня были кесаревые роды, да, это потому что у меня там тошнило все 9 месяцев, да, а вот как бы все было хорошо, это я неправильно, это очень часто такая картинка, которая возникает, поэтому я за то, чтобы у женщины была любая поддержка, да, которая ей нужна, но я за то, чтобы каждый специалист работал в рамках своих компетенций, это важно. Ну, как я поняла, вы не знакомы с этим трудом, вы к этому относитесь. Я очень хорошо знакома со стеопатией и очень хорошо знакома со всеми. Ну, именно есть такие труды, которые подтверждают это, и там вот те, кто занимаются, не претендуют на то, что они лечат, они просто сопровождают и работают там основательно с наталом, там работают кучу времени именно в эту сторону с беременными и в сторону зачатия, когда у детей не претендуют на то, чтобы лечить после родового депрессия, просто есть такое исследование и есть такие результаты, в том числе, и нету, в общем, претензий на то, чтобы отобрать чей-то хлеб там или сказать, что мы колтуни, мы все это вот решим. Давайте пока откроемся с возможностью задать вопросы другим участникам. Спасибо большое, Дарья. Спасибо большое. Спасибо большое за ответ. За сбалансированную такую позицию. много компонентную такую модель действительно биоксихсоциальную, безусловно, болевой синдром, который может быть связан со смещением позвонков или нарушениями какими-то костей, действительно может давать и соматические причины для такого сочетания сниженного настроения на фоне соматической отягощенности. И спасибо за пример, Дарья Сергеевна, как раз вот такой сбалансированной, но научно обоснованной позиции, где вы все-таки пытаетесь показать, где корреляции, а где каузальность, где причинно-следственные связи, а где такие дополнительные факторы. Конечно, каждый случай индивидуален, и где-то действительно болевой синдром может выходить на первое место, именно соматической боли. Но все-таки, если мы рассматриваем депрессию как депрессию, то здесь нам важно учитывать и психосоциальную составляющую, которая пока из такой evidence-based медицины, научно обоснованной медицины, мы видим как ведущий аспект развития суицидальности, суицидальных мыслей и поведения, потому что действительно анемия или другие физические факторы играют здесь вторичную роль скорее поводов, чем причин. И тот же гипотириоз, который дает похожую на клиническую картину депрессию или псевдодепрессию, сниженное настроение в силу мексидоматозного отека головного мозга и сниженной такой энергетической составляющей энергии очень хорошо купируется приемом триодтиранина, тироксина буквально в считанные дни и недели. И вот диагностика между депрессией и соматическими причинами такого сниженного настроения и дисфункции поведенческой в том числе очень важна. Поэтому биопсихосоциальная модель это как раз то, на что мы можем опираться, исключив соматические причины или купировав их, мы сталкиваемся с тем, что как раз психосоциальные причины выходят на первый план. Еще вопросы, коллеги, кто уже пожертвовал своим обедом, а раз вы уже минут с нами, то явно вы им пожертвовали, то это собственная ответственность за свой выбор. Есть ли еще какие-то вопросы к Даре Сергеевне? Я вот вижу вопрос о том, что можно сделать для профилактики в предрадовом периоде. И я, наверное, добавлю свою статью для журнала «Практический психолог», которая как раз была ровно на эту тему. Если кратко, то для профилактики можно, во-первых, оценивать риски индивидуальные, и они идут по нескольким осям. То есть можно смотреть, что вообще у женщины с ее психическим состоянием происходит в периоды гормональных всплесков. То есть можно смотреть, как начинались менструации, как проходила беременность, были ли какие-то трудности с зачатием и прочее, и как это отражалось на ее психическом здоровье. Второе, можно смотреть на ее опыт, потому что опять мы знаем, что факторы риска для послеродовой депрессии – это разный трудный детский опыт. Третье, можно смотреть на факторы, которые добавляют ей устойчивости в настоящем. То есть мы понимаем, что, допустим, если говорить про социальные факторы, то, например, финансовая ситуация женщины очень сильно связана с тем, в каком состоянии она окажется после родов, не только потому, что это про неопределенность и банальное выживание, но также про то, какая помощь и дополнительная поддержка будет доступна. Например, может ли она взять послеродовую долу и помощницу по хозяйству и няню старшим детям и при этом не жертвовать своим обедом? Может ли она обращаться, например, к частному доктору? Может ли она платить свои роды, которые стоят, например, в Москве от 150 до 300 тысяч в среднем, что немало? И такие вещи тоже важно рассматривать. И важно, конечно, знать психиатрическую историю женщины и дальше планировать послеродовой период и планировать роды с учетом ее индивидуального опыта, индивидуальных потребностей. Здесь важно, наверное, в первую очередь подготовка к родам, связанная с профилактикой травмы психологической. И мы знаем, что директивные авторитарные подходы в плане подготовки к родам как раз-таки усиливают риск травмироваться самим опытом родов, которые часто непредсказуемы. И на данный момент есть исследования, которые показывают, что, например, КБТ третьей волны, все, что про mindfulness, достаточно хорошо применяется и для подготовки будущих родителей. И навыки mindfulness, собственно говоря, помогают сохранять устойчивость после родового периода. Но я прикреплю тоже на этой презентации статью целиком, потому что там много любопытных исследований на эту тему. А если глобально, то, да, есть какие-то вещи, где мы можем подстелить соломки, что-то, что мы можем исходя из индивидуальных особенностей женщины, ее опыта предполагать и страховать эти все ситуации, но предотвратить или избежать после родовой депрессии, конечно, невозможно, потому что бывает по-разному. Но вот женщин, у которых уже есть, и таких женщин становится все больше, потому что люди чаще начали обращаться за помощью, поколение 25-30 лет, это очень часто женщины, у которых уже есть опыт приема антидепрессантов в какие-то периоды жизни, опыт работы с психотерапевтами, то тогда в зависимости от причин, по которым это происходило, женщина может выйти на контакт с врачом, если у нее сложился хороший альянс, она довольна сотрудничеством, и подстраховаться заранее, например, для перинатального периода. Это может выглядеть так, что она посещает врача до родов, врач может выписать рецепты, которые у нее есть на всякий случай, дальше он онлайн находится с ней на связи, потому что, я думаю, все понимают, что в первый месяц после рождения ребенка с младенчиком приехать куда-то или оставить младенца довольно проблематично бывает для многих родителей. О, по поводу депрессии у отцов. Да, есть такая. Есть такая, да. Но мой любимый анекдот, это дорогая, мне кажется, у меня депрессия, но ты же даже не рожал, но я же родился, да. Да, еще вопрос был по поводу собственного опыта перинатального депрессивного роженицы, судя по всему, как концепт, который приводит в пример питерские перинатальные психологи. Видимо, стоит упомянуть Игоря Валерьевича Добрякова, он возглавляет секцию перинатальной психологии Российского психологического общества Санкт-Петербургского. Возможно, о нем и его коллегах идет речь, но, может быть, устно, тогда, коллега, вы зададите вопрос, чтобы прокомментировать, чтобы стало более понятен контекст вопроса. слышат ли нас? Слышат ли нас сейчас? Готовы ли вы устно откликнуться, просто чтобы создать более понятный, такой прозрачный контекст, чтобы Дарье Сергеевне было, не то чтобы проще, но четче направление задать для ответа. А может ли автор вопроса поднять руку? Есть такая функция в зуме? Есть у нас одна поднятая рука, но я не знаю точно, автор ли этого вопроса. хорошо, ну, можно пока другие вопросы рассмотреть в чате на выбор Дарьи Сергеевны, я понимаю, что у нас еще минут 10 остается следующего участника, и прошу извинить на всякий случай от лица организаторов за то, что мы вас так эксплуатируем, но поскольку люди откликнулись, если вы готовы еще 10 минут побыть с нами и ответить, то выберите, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Да, конечно, я готова, я всегда очень переживаю за людей, потому что как участник я не люблю, когда меня лишают обеда, но как спикер я такое очень люблю. Дома или на рабочих местах и мы имеем распространение. Кто-то пишет в чате, как раз поддерживая вас, что мы уже пообедали или обедаем по времени доклада, так что взрослые люди. Дарья, это мой был вопрос из школы будущих родителей, это я с рабочего просто зума. Это Ирина Колганова. Я с вами знакома довольно-таки по многим вашим работам, работаю коллегиально тоже в этом же вопросе и очень часто общаюсь с Натальей Коваленко, это как раз именно питерский исследователь, который, ну знаете, занимается вот этим вопросом. И сейчас была очень хорошая работа представлена по поводу того, что она дала даже нам анкеты по поводу вот изучения женщины, именно ее личного перинатального опыта, да, и ее детско-родительского опыта, ну я так поняла, что на ранней стадии развития, ну лет до трех, до пяти девочки. И вот я эти анкетки, эти опросники раздаю своим беременным, то есть будущим мамочкам, и очень хорошо вот по мне так вот сейчас уже заметно женщины подвержены риску этой послеродовой депрессии. Ну вот не знаю, пока это на уровне исследований, но мне хотелось бы слышать ваше мнение, как вы вот к этому относитесь и что может быть у вас какие-то наработки есть, что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Знаете, спасибо за вопрос, да, это наверное такая специфика еще российской перинатальной психологии, тут наверное есть важный момент, что я, скажем так, птенец гнезда кафедры клинической психологии МГУ, и там немножко другой был подход и к проведению исследований, да, и к аналитике полученных данных. Здесь мне кажется важным, опять, то, что я действительно очень люблю доказательную медицину, и во многом получаю информацию из англоязычных источников, так вышло, что, скажем, для меня менее актуальна история про вот это вот выявление, кто же подвержен после родовой депрессии в предварительном формате, потому что, ну честно говоря, мне кажется, это на уровне здравого смысла понятно примерно всегда, да, ну то есть если женщине там трудно во время беременности, да, если ей трудно с этой беременностью, то, наверное, ей будет трудно и после рода, тут как бы, ну, более-менее все очевидно. Мне, как специалисту, в этой области бывает очень интересно скорее найти какие-то неочевидные, да, причины, потому что все-таки, да, я вижу, что, например, бывает, опять, из-за того, что я вижу очень много мам, да, в реальной жизни, не только мам с проблемами, но и мам, у которых, в принципе, довольно успешный материнский опыт, и это, мне кажется, ну, очень важным таким расширением картинки, да, потому что, допустим, если работать только психологом, который работает с женщинами, у которых депрессия, да, то есть, ну, большой шанс видеть ее везде, и я вижу, что довольно часто женщины с супер дезадаптивным детским опытом, да, где домашнее насилие и прочее, прочее цветет, в общем-то, становятся совершенно чудесными по всяким тестам матерями, да, и наоборот, например, женщина с вполне себе таким нормальным, да, по психологическим меркам детским опытом может, например, столкнуться с репродуктивными трудностями, и мы знаем, что репродуктивные трудности, это довольно серьезный предиктор, да, как вообще будет у нее складываться все после родов, вот, поэтому я очень аккуратно к таким вещам отношусь, потому что, на мой взгляд, от того, что мы, ну, скажем так, сообщаем женщине, да, что ты знаешь, ты у нас вот по тесту вообще так себе, наверное, мама будешь, да и твоя мама была так себе, ну, и научиться тебе материнскому опыту было негто, да, мне кажется, это многоупрощающая модель, и здесь мне бывает интересно исследовать, ну, параллельно другие факторы, да, и социальные, и, например, ну, для меня открытием именно в профессиональной области, которое произошло, ну, вот, года четыре назад, была история с тем, как влияет опыт сексуализированного насилия на опыт родов и беременности, опять, это произошло исключительно благодаря тому, что я как практик, в качестве дула сопровождала непосредственно, да, женщин в родах, и в какой-то момент у меня был год, где просто так вот совпало, да, что клиентский опыт был очень похожий, и пришлось в эту тему погрузиться, да, и сейчас, допустим, я вижу, как некоторые вещи, которые иногда описывают, как, скажем, опыт плохого материнствования, да, у женщин с опытом сексуализированного насилия, но надо предположить, да, что, может быть, не самое лучшее было детство, но, например, их трудности с тем же грудным скармливанием, да, или с проживанием боли в родах бывают связаны не с тем недостатком, скажем, хорошего детского опыта, в смысле вообще, да, а с тем повреждающим фактором, который заключен вот в этом травматическом опыте, да, в опыте комплексной травмы, и, ну, есть нюансы, да, например, того, как это происходит, допустим, у девочек из семьи, где их просто били, да, или где происходило сексуализированное насилие, в том числе в том, как практики материнства неорганизованы. Опять, у меня про это есть целый курс, который сейчас запустился, и пока не будет повторяться, но будут записи, если это кому-то актуально, но мне кажется очень важным вот не рассматривать женщину и мать как, знаете, такой контейнер всего неправильного, что может произойти дальше, потому что женщины включены в определенный контекст, и даже если мы говорим, допустим, о трудных отношениях, допустим, там, мамы с ее мамой, да, то, ну, есть же еще папы, есть сиблинги, есть расширенная семья, есть социальные институты, и из моего опыта и опять из исследований, которые я вижу, оказывается, что это тоже очень сильно влияет на то, вот как раз какой потенциал адаптивности будет у женщины, поэтому я бы осторожно к таким вещам подходила, точно так же, как не могу не сказать, что вот само обращение к женщинам-мамочке, да, на мой взгляд, некорректно для специалиста любого, да, потому что это сразу же подчеркивает иерархический, да, статус и обесценивает, собственно говоря, и опять-таки наклеивает ярлык на женщину, которая, ну, в общем-то, мамочка, она только для своего ребенка, и уж безусловно не для психолога, не для ведущей курса, и, ну, не для психиатра, и мы опять, да, знаем, как часто с этим сталкиваются женщины, вот, мне кажется, что здесь очень важно, ну, вот в теме именно работы с матерями, прям взращивать в себе вот эту позицию, где мы можем видеть не мамочку, не мамашу, не депрессивную женщину, а где мы можем видеть, вот, ну, да, у которого есть индивидуальность, личность, свои копинговые механизмы, и из этого работать. Мне кажется, очень сложно работать, когда мы с какой-то схемой сходим. Спасибо большое, Дарья Сергеевна. К сожалению, вынужден уже директивные волонтаристки подвести финальную черту, потому что у нас время будет сейчас для следующего, завершающего докладчика, чтобы уложиться в регламент, но, пользуясь возможностью, хотел бы сразу вас пригласить на следующий год на очередную конференцию, поскольку, видите, вопросов очень много, и они такой мост к тому, чтобы обсудить их на следующей встрече, и летом, надеюсь, все-таки снимут все эти социальные преграды, к нам должен приехать официальный институт БЭКа в лице директора обучающих программ института БЭКа, и будет семинар в Москве, посвященный когнитивно-поведенческой терапии хронической боли, темы, которую мы затронули, и в Санкт-Петербурге ПТСР посттравматического стрессового расстройства, которая тоже сегодня была и вами затронута, и рефреном звучала в других докладах, и мы хотим провести такой форум предварительно этим семинаром, где тоже были бы рады и вашему участию, и дискуссии, которая могла бы на часть вопросов, поставленных сегодня, тоже дать ответы, или хотя бы следующие раскрывающие какие-то комментарии, поскольку уже сложился, на мой взгляд, очень продуктивный диалог, плюс с конкретными формами в виде сайтов, ссылок, материалов, подкастов, которые будут, я думаю, полезны и для самих рожениц и в послеродовый период, и для профессионалов, безусловно, чтобы давать такие рекомендации, возможности для своих клиентов и пациентов. Спасибо за приглашение и спасибо огромное за конференцию. Спасибо. Спасибо большое вам еще раз. И, коллеги, если кто-то хотел отдохнуть, то есть сейчас буквально три минуты для этого, а дальше у нас будет телемост такой с Нью-Йорком, с Нью-Йорком.